всем доброго утра мы садимся завтракать у нас отключили свет потому что у нас сильнейший ливень просто на улице ветрище ливень просто стеной сейчас маленько потише но он уже идет где-то час и буквально минут 15 назад у нас выключили свет у нас всегда выключают свет когда на улице начинается сильный дождь мы тем временем садимся завтракать у нас у меня хлебцы сейчас буду есть хлебцы чай с молоком тут сливы такие сладкие вообще вкусный я не буду пирог милена положила себе пирожок с изюмом со сгущеночкой лера тоже не хочет пирог со сгущеночкой нет будешь чай с хлебцы хлебцы будешь мои кушать ну да это я себе купила хлебцы со трубями ржаные называется вот и все всем доброго утра если кто завтракает всем приятного аппетита решили сардельки отварить ну я вот ее вилкой проткнула она у меня так лопнула очень вкусные говяжьи сардельки здесь еще яички замачиваю холодную воду майонез на столе должен быть свет у нас дали но мы еще не позавтракали потому что девчонки сказали не хотим кекс хотим вареные яйца и сардельки поэтому сварили сейчас яички остынут то нам с лируси две сардельки у милена одна сарделька я одну сардельку съем и одно яичко на завтрак и один хлебчик ну вот давай давай молодец вот два раза прочитала и выучила нет надо закрепить милен хотя бы еще раза два рассказать и будет все орлинный запомни не арины орлины дальше теперь сквозная горьи размах арины край наш сторона дальше теперь сквозная горьи размах арины орлины орлины сторона родная край наш тополинный ты весной чудесен летом щедр как в сказке край хлебов и песен край наш краснодарский молодец чё тяжелый сил не хватает край наш краснодарский вот погодка сегодня выдалась целый день полдня дождь льет 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 давай смайлик собираем учебники скоро в школу зелёну а у ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Перекусываем сливой. Запахи просто волшебные из духовки идут. У нас сегодня на улице вот такая вот погода. И вообще у нас до конца, по-моему, сентября обещают вот такую погоду. А октябрь... Сейчас говорят местные, что сейчас погода октябрьская. Вот сейчас, вот сейчас в данный момент, вот, октябрь, вот, по прогнозу пока так. Элли, Элли, купили мы подарок на день рождения. Идем мы в субботу праздновать день рождения. Вот. И, ну, Элли, в принципе, знает, что за подарок. Я у нее просто спросила. Я говорю, Элли, если честно, я даже не знаю, что тебе покупать. Вот, ну, и она мне подсказала, в принципе, ну, как бы сама. Вот, я сегодня съездила, выбрала, купила. И в субботу пойдем поздравлять. Да, Лерусика? Мелена там тоже что-то какой-то подарочек готовит. И, ну, в общем, пойдем поздравлять. Все секреты открывать не буду. В субботу пойдем. В субботу тоже, по-моему, погода будет так себешная. По-моему, градусов 15-16. Вот. И вот дождики, дождики. Завтра, по-моему, один день дождика нет, если я не ошибаюсь. Потом опять дождики. И у нас вот по заборам поползли улитки. В огороде весь забор просто усеян улитками. Начинается этот сезон. Они куда-то все уползают. То ли прячутся, то ли что. В общем, куда-то ползут. Ползут весь забор в огороде. Особенно левая сторона весь в улитках. Так. Теперь посыпаем сырочком всю эту красотинь. Что, Ларуся, кушать хочешь? Сейчас уже будем кушать. Так вот, сырочком. Такая вот вкуснятина у нас получилась. Но еще насчет вкуснятины, конечно, не знаю. Я, если честно, такое блюдо готовила давным-давно. Тут сегодня, думаю, что-то бы приготовить овощное. Все-таки сезон овощей. Приготовили. И сейчас будем пробовать. Я надеюсь, что будет вкусно. Ну, здесь, в принципе, нету таких продуктов, да, чем можно было это блюдо испортить. Сейчас вот прям аккуратненько так ножичком все это отрежем. как запеканочку. Опа, маленечко развалилась, но ничего страшного. Все это соберем. Обедаем одни. Елена в школе. Папа на работе. Дедка, Дикусе, кыш, уходи. Уходи, давай аккуратненько. Уходи, Дикусе. Давай, давай, уходи. 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 Ты че? еще вот так берем можно еще достать майонезик можно еще достать при новинку есть вот и заканчивается у нас практически наше хреновина осталось вот еще на одну пиалушечку и все хорошо мы и кушаем все кроме милены у нас такие вещи не ест а мы с удовольствием сейчас разбавим тут майонез конечно это не похудение я знаю от каких-то продуктов я совсем не могу отказаться что проголодалась милена пока сорочек возьми очень вкусная дочь а очень вкусная кушай а ты с чем сейчас не все эти крем-брюле вообще вкусные дырочки пингвиненок понга прикольные такие я пока ездила работать милена тут с бабушкой выучили или не выучили вы выучили а остальные уроки тоже сделали а мы с тобой математику сделали да а чё там еще тогда тебе осталось шоколадным а чё там опять вот хулиганистая такая весь забор согнула весь согнула все уже морду себе изрезала все лапы изрезала все равно лезет и все никак не уймется он что делает кого она тут видит ничего не пойму покидается на этот забор весь уже вон ухты хулиганистая согнула на 5 весь забор только выгнула нет туча кушай не запускай ее грязные лапы не один а все нельзя сегодня купила купила такой коврик на порог он хорошо сверху такой как он войлочный основа у него резиновая вот вот тут все топчется стараешься на пороге разуваться все равно погода сейчас такая грязная вот и его очень удобно здесь положил его и постирать потом можно грязь чтобы самый первый он это только вот положила он уже весь он это что такое за гимнастка здесь так сейчас буду кормить животных у меня тут разморозилась просто целая раковина куриных лап сегодня собакам ничего сварить не успела вот и сейчас буду давать так сегодня поехала увозить маму с лерой только перегрузила коляску в машину потом леру следом загрузила в машину спускаемся по нашей улице там женщина упала две женщины шли одна женщина тоже инвалид его она с помощью костылей передвигается ну и очень объемная в теле женщину очень в теле я бы даже сказала мне кажется сам но килограмм 150 не меньше и она просто упала на живот и не может стать и это рядом женщина я так поняла что это мама ее она просто не может ничего сделать не поднять ее не может в общем не как-то помочь а на улице еще сыра грязно мы быстренько подъехали вы из машины с мамой вышли спрашиваем нужна помощь мы даже не поняли сначала что вообще произошло издалека подумали это пьяный что ли завалился сначала подумал что мужчина такой крупный вот и подъезжаем смотрим девушка-то молодая может быть около 25 лет ну очень объемная и вот мы ее втроем пока подняли я и так мало того что сейчас лопатки прям ловит и еще эту тоже не проедешь мимо правильно человек лежит и видно что она с ней конечно же бы не справилась в общем капец и сегодня моя вот такая бедная спина что доброе дело сделали помогли подняли женщину и когда мы ее подняли ей вот мама-то ее говорит только не падай пожалуйста я же тебя одна не подниму иди аккуратно она видимо на этих костылях нашла и об камень может как-то костыль там неправильно повернулся или что и в общем она вас прям упала на живот лицом вниз в общем ужас так что вот накормлю животных и уже скоро время подходят они не сказали я только пришла не успела еще сказать тебе вот и поедем папу нашу встреча мы сидим на вокзале ждем нашего папу на улице тьма ничего не видно мы даже фары не стали гасить чтобы папа видел куда идти милена тут уплетает и рис шоколадный купили тут такой тыквенный сок хотели попить но не охота потом его стоя держать там такая крышечка не очень в общем не поставить ее потом никак поэтому подождем до дома нас уже папа через три минуты подъезжает он позвонил нам выгод выехали бурда он будет сегодня электричка приезжает чуть-чуть пораньше мы говорим ура там еще заехали пока в магазин корм купили кошачий так что стоим ждем нашего папу